Целый день занят был то, что уже три или четвёртый материал выставил Максим Степаненко. Там ответы приходилось давать, насчитывать. Что-то выставили целиком, но не так, как хотел. Там всё скрыто, изображения нет, а просто тёмный экран. Так интересно, у меня много на экране всего. И сейчас во время молитвы мелькнуло, всё в кучу опять сгребло. Тут столько времени я расставляю, а у меня там просто убирать никак нельзя. Я всё ими занимаюсь. Всё сгрудилось. Вообще-то же это есть такое. Мы говорим о молитве. Вот всё ради молитвы. Интересный момент. Такие, кажется, мелочи. Но они указаны в Священном Писании. Когда пойдёшь застан, то есть не по-индийски, где захватил, а там и присел, не на дороге, застан, то возьми с собой лопатку. То есть небольшая лопатка, маленькая сапёрная лопатка. И за рой испражнения твои. Ну, это понятно. Туалетов не было, они передвигаются всё время. Сколько же там ямок-то нарывали? Лечь идёт о трёх, о пяти миллионах людей-то было. И причина какая? Потому что посреди вас ходит Господь. Это самое наиважное, что среди нас ходит Господь, и мы то не можем делать, и другое не можем. А главное, это испражнения идут изо рта. Вот так Господь говорит, что пища-то что, съел их съел? Не то, чтобы их человек принимает. Он съел, и вышло всё как эстафедроном. А вот то, что из уст сходит, из уст, вот это Господь высветил, назвал целый ряд грехов, которые выходят, и перевозношения, и оскорбления, и всё. А в это-то как зарыть? Закрыть уста и молчать. А что такое язык? Язык – это лопата. Лопата, которая выбрасывает изо рта, из отверстия, то, что уже там не вмещается. А как так? Ну, так написано. От избытка сердца, говорят, уста. Избыток. Оно не вмещается уже. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а зло – злое. Ну, сколько таких всяких рассказов на эту тему. Надо говорить и думать. За всякое праздное слово придётся отвечать на суде Божьем. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Верующие ругаются. И Господь предупредил, что одно слово означает, которое можно всё погубить. Если скажешь на брата твоего, там, рака, там, пустой, ой, повинен гиене, суду, а всё ничего. А ещё трудно молчать? Трудно очень даже. Ибо всякое естество зверей и птиц укрощено человеком, пишет Яков. А язык укрощить никто не может. Никто? Значит, всё закончилось на этом толковании. Это и я там. Это, в первую очередь, я там. Как отвечать? Ведь это не перед человеком, что можно скрыть и умолчать. Вот мой голос, он во всём интернете. Ну, представьте, 50 книг насчитано. Я выставляю материалы-то ещё, которые в 80-е годы были насчитаны. Помогли люди тут. Сделали, разбили по полчаса, и они легче считаются. Полностью златоус и другой. Где-то, а сколько у меня не опубликовано отца Глеба Якунина, исповедник, он столько пострадал. И всё, что о нём есть, где печатается. А у меня где-то 16 часов интервью я беру у него. 16 часов не опубликовано. С отцом Дмитрием Дудко сколько было. А это был самый известный проповедник в советское время. А потом уже, когда его затёрли, свои же опять, свои пожирают. Не только власти. Александр Мейн. Ну, у него там остались друзья. Специально там чуть ли не музей, не знаю, библиотека его. И кто-то увидал нашу беседу с ним. Но они собрали всё, что он где говорил. Ну, раз им занимаются. И вдруг попала наша беседа. Там такие отзывы пошли. Вот два совершенно разных человека. И вот как на одни и те же вопросы, которые я задаю, он отвечает. Такая свободная, непринуждённая беседа. Совсем неделю назад, или, может, две, Сергей Евтушенко помог мне это оформить. И как она, как в виде книги, кто говорит, с фотографией. Но настолько хорошо сделано. А сейчас вот у меня приготовлено. Это отца Геннадия Фаста. Там ещё будут, если он будет готовить. Материалы у меня есть. Тоже выставлю. Вот отдельно. Что отец Геннадий Фаст говорил. Вот когда... А внизу я вставляю аудио. Там Александр Мейн. То, что напечатано, внизу вставил где-то. Что это? Для молитвы. Помолиться и о нём. Погиб внезапно. Погиб вот он точно так же, как Троцкий. Которому заслал Сталин испанца. И который зарубил его ледорубом. А этого топором. Может быть, как Павел Адельгеем. Может быть, он мученик прекрасный перед Богом. Не знаем. Ну, что говорить. Там всё сказано в нашей беседе. И вот с женой не ладится. Ну, а что сделаешь? Мы договорились, что среди нас ходит Господь. И чистоты не должно быть. Ходит Господь. Не санэпидезинстанция. Не Роспотребнадзор. А Господь. И вот ко мне некоторые привязываются, обвинить, что вы всё равно не исполняете. Когда мы вернулись. А мне интересно, а где мы не исполняем? Так скажи, мы будем исполнять. А вот вы в путешествии были. Ну, да. А вот ходить, когда пойдёте, нужно лопатку брать. Вы же не брали с тобой. Я говорю, наоборот. Она защихлённая была. Сделали так. Сергей Пупков. Я копаю. Делаю, как туалет для всех один. Приезжаем только. Я сразу делаю. А Сергей Пупков. Зарывать будет. Пласты заложат. И ничего не видно будет ровно. Вот как раз было. Так что с собой? Сфотографирован. Я стою с лопаткой. Промазали они. Интересно, как привязываются, когда найти надо, где мы нарушаем каноны. Я говорю, из 719 правил. Сегодня в церкви ежедневно, целенаправленно нарушается 413 правил. То есть 57%. А вы тоже нарушаете. Скажи, где два священника пришли? Оба Андрея. А то там, где Володя жил. Ну, а вот написано, с евреями не мыться в бане. Так я и не хожу вообще в баню. Как? Совсем нет. А как? Ну, дома, в ванной. Не у меня. Мы к сестре ходим, Татьяне. А ну, тогда дальше. А с евреями нельзя быть в корчме. Я говорю, я не захожу в корчму никогда. А как же, если вот есть? Ну, как мы купили батон с батюшкой. Зашли в... Ну, там называется как сад или как. Ну, и снег. Мы сели на скамейку. В снег макнем его и со снегом жуем. Никто не простыл. А зачем я пойду в корчму. Там всякие объедки. Все сливают вместе. Подают. И ты будешь есть. Ты же не знаешь, что они там заправляют. Какой. Однажды газета «Гудок железнодорожный» напечатала. Проверили где-то они там 85 примерно ресторанов дороги. И только в одном не было нарушения. А почему? Был закрыт. Заболела директор. Один. Закрытый. А там все, что угодно. Пища негодная. Которая недоеденная. Все вместе сливают и все скармливают. Неверующие. А если бы среди нас ходит Господь, этого бы не было. С женой не ладится что-то. Итак, обращайтесь благоразумно, дабы не было препятствия в молитвах. Не потому, что она тебя к себе не допустит или еще что-то там будет. А препятствия в молитвах. Ну, кто сегодня ради этого будет воздерживаться, если жена дерзкая, мешает. И ты привык давать ей сдачу, и может и правильно. Ну, когда считаешь крейсеру Соната, она не газится. Он говорит, вот у такого собака-то. Смотри, она чемпионом города стала. Она говорит, не чемпионом города, а чемпионом страны. Да нет, города. А я говорю, страны. То есть им и собака не нужна, они уже сами как собаки грызутся. Это подробно описано. Я вижу, как она рот раскрывает. Прям так бы взял пепельность расшипья башку-то. Чтоб ты сдохла, закричал я ей. А она смотрит на меня, как я ем. Ей кажется, я чавкаю тут. Ну, вместе живем. Чавкаешь, не шявкаешь. Поскажи, ешь с закрытыми губами. Вот у меня дети в лагере были. В один день научаются всему. Над тарелкой не склоняйся. За грань стола вертикаль. Проведи ложкой, за нее не наклоняйся. В левой руке кусочек, если ты не левша. Правая ложка поднял, на кусочек поставь и две руки идут синхронно. Ну, это все попутно, я говорю. А почему? Ибо среди нас Господь. И дети должны это знать. И жена это должна знать. Так она у меня неверующая. О! Несчастный ты человек. Докажет так. Что ж, после обращения к Богу, ничего более важного нет, как правильно жениться. Замуж выйти. Один мне друг из баптистов говорит. Ну, видишь, жена противоречит. Она хорошая, но противоречит иногда. Говорит. Я говорю, а что ты искал в жене-то? Ну, что, красивая, чтобы была умная. Ну, это я, говорит, переборщил. Она умнее меня везде. Вот, все время подправляет. Мне это не нравится. Надо было искать послушание. А почему? Среди нас ходит Господь. С молитвой надо было пойти. Я вот, когда рассказываю, когда пришло время мне иметь друга рядом, намещен был, как бы, другой вариант. А этого узнали наши старцы. Друзья мои собрались и говорят, не так, а ты обрати внимание на эту. Ну, вот, ну, и вот так. Я когда говорю, я что-то вроде обижаю, что не полюби. Ну, как, полюби, конечно, но это было. Я прислушался и не ошибся. Не ошибся. Никакие другие варианты, даже не предполагая. Почему? Главное, что в ней есть эта молитва. И убедить никогда не надо. Она всегда встанет. Вовремя и молитва. Вот бывает иногда, я рассказываю, уже не один раз говорил, что-то начну, а она свое. Противоречит. Я за столом тороплюсь скорее, поесть надо на работу. Но она же противоречит. Я что могу делать? Ложкой по лбу ее. Как рассказывает, я попутно говорю. Дед ел, ел, сидят, едят. А уже лет под 80. Он ложку облизал у бабки. Как по лбу брякнул? Она, Василий, за что? Эх, матрена. Как вспомнишь, что ты не девушка была, когда женился. Сердце кровью обливается. Позади 60 лет совместной жизни. Вот как надо беречься ламудрия. И здесь у меня что-то не так. Я на молитву гляну, она стоит рядом. Молится за стол. Она знает, рот закрыт у меня. Когда я ем, то глухо не ем. Она в это время старается свои идеи там навязать. Там пирожки, там торговать. Есть нечего было тогда на базар и что-то. Опять возражение, несогласие. Я на молитву положил ложку. Она опять на молитве рядом стоит. А уже третий раз я ушел без еды. А ей переживаний-то сколько? Почему? Все для молитвы. Для связи с Богом. Ты мне друг, ты брат, ты жена. Но самый главный друг Господь, Христос. И ради Него я это все делаю. Ради Него. А тогда все остальное уже позади. Кто любит отца или мать? Жену и детей больше, чем меня. Не достоин меня. Напрасно ты это. Господь сказал, все. Жил я на квартире у одной, Захарова, у Литы Григорьевна. И она рассказывала. Говорит, мой отец Григорьев всегда считал Библию. Говорит, Библию считал? Да. Да может не Библию. Нет Библию. Даже удивился православный, считал Библию. И он говорил всегда нам, что Бога надо любить больше, чем живу и детей. Мы соглашались. Но соглашались, мы не знали, что это на нашей жизни будет. Они были где-то в Болгарии. Сейчас я могу ошибиться. Румыния или Болгария где-то. И они там на паром садились, а переплыть уже в Россию. И в это время, говорит, какой-то старичок прямо на паром зашел и подошел к нашему отцу. А мы видим, подошел. Ну, подошел да и подошел. А ребятишек-то там шестеро. Мать наша, говорит, сидит рядом. Он подошел, говорит, Григорий, пора. Отец встал, поклонился и говорит, простите, я ухожу навсегда. Как уходишь? Да мы же едем на новое место, у нас еще нет. Моими телесами живы не будете. Слава Иисусу Христу! Благодарю с Богом! Сестра проверяет меня. Жена в рыдании, а он никаких узлы, баула называется, перешагнул и пошел дальше. Гриша, да куда ж ты пошел? Да я что с ребятишками-то буду делать-то? Господь прокормит. У вас будет даже лучше, чем у других. И она это запомнила. Но она девчонка была. И самой уже под 70 лет. Вот поедет в Киево-Пещерскую лавру. Это Улита Григорьевна-то. И везде спрашивает, а был ли у вас такой старец Григорий? Нигде она... Уже, может, живого нету, но узнать, куда он ушел. И вот она рассказывает, какие чудеса были. Ну, едут. Где-то кто-то дал телегу. А телега бывает такая, она как... Лежит как в ней. Ну, расширяется вот так трапеция. Тут сидеть можно, а там повыше, побольше наложить-то. Ну, едем, говорит. Дождь прошел, сильный такой дождь. Канава, глядим. Канава, в Канаве трава вот так шевелится из стороны в сторону-то. Мы подошли. А суха, рядом ни болот, ни озер, ничего нет. Но дождь прошел сильный-то. И в Канаве рыба, рыба, рыба большая. Мы, говорит, давай, ну, прям голыми руками. Вода-то отошла, она лежит в траве. Мы, говорит, полную телегу наложили рыбы. А почему? Это бывает вихрь, бывает в озере где-то засыпляет, несет в воздухе, а потом он пускает. Я потом считал, как мы Бога благодарили. А другой раз, говорит, так, что-то убрали они там. Хлеб. Еще единоречная жизнь была. НЭПа-то, Ленинский-то. Ну, и все сдать надо. Ну, говорит, что? Куда спрятать? Люди в землю закапывают. А мы никуда. Мы тут оставили, и мекиной соломой прикрыли, и все. И когда комиссия пришла, искать стали. Мимо проходят этой нашей кучи пшенисты-то. А не видят. И так мы все, говорит, воспитались, вышли. Вот что значит ради молитвы. Он молился, считал Библию Григорий. И, наконец, время наступило, встал и пошел. Ну, многие ли так сделали? Да и даже одобрить, кажется, нельзя. Как так? Твои жена и дети, Гангский собор там запрещает это делать? Ради благочестия, оставлять жену, одно правило, оставлять детей, другое. Он сразу нарушил два правила. Ну, может быть, он не знал. Я не знаю, но и все, что в нашей жизни бывает. Ну, а как вот рассорились, пошел он на... Нет, не так. Если ты придешь молиться к жертвеннику, то есть жертва-то, жертва уст. Уста наши жертву приносят, хвалу. И вспомнишь, на тебя имеет не ты, а другой на тебя имеет. И ты еще не просил прощения. Положи жертву, то есть оставь свой молитвенник, Библию, иди, примирись. Ради молитвы примирись. Ради молитвы должен быть Гитлер стоять на коленях. Сталин должен стоять на коленях. Что интересно, в семинарии учился Сталин, и Гитлер хотел стать священником. В приходской школе был. Вот тоже чудо. Но молитвы не было. И поэтому все то, что было, то и было. И мы собрались ради молитвы. У меня времени нету. Не успеваю. Но вы друзьям, близким сообщите подробно, как выйти на Сергея Павловича, чтобы он принял. В какое время там, сейчас по Москве. Ну, ничего не трогано, чтобы людей оповестить. Многие не знают. Сегодня я начал говорить о молитве. Видишь, как я все, как бы отклоняюсь. Но все это о молитве речь идет. Молитесь за Максима Степаненко. Мы вчера тут с ним переписывались. Маленько совсем. Я сказал, я думаю, насчитывать ваши выступления. Благословите. Он благословил. И ему грозит очень-очень тяжкий крест. Если, потому что самая страшная мафия, это церковная мафия, писала комсомольская правда. МПшная. Ни перед чем не останавливаются патриоты. Он ради Бога режет. Он статью-то какую написал. «Почему пожирают друг друга православное». Очень сильный материал. Вчера его насчитал. Ну, там не видно, мне не понравилось. Решил перенасчитывать, а уже не тот. У меня четыре причины, что я не тот. Зубов нет, шепелявлю. Плохо слышу. Диктор должен слышать свой голос. С легкими неладно. Это бронхи у меня еще в тюрьме полетели. И глаза плохо видят. Вот сколько причин. Только через лупу. И все равно я насчитал. Первую часть сегодня выставил. Ну, а той части, когда, наверное, Сергей Пупков начал записывать, это уже 56-й страница у меня. И вот. Ну, я так, размером 20, 100. 100. И получается столько-то страниц. Вторую сегодня насчитаю. И третью подставлю, то, которое было. Читец никудышный. Никак. А потом там другие, которые были, материалы. Все это касалось о Головине, отца Владимира и так далее. Приближается встреча с Алексеем, как он надумал, нас пытается свести шахматовым. Какие вопросы ему накидают? Я же ничего не знаю. А я должен отвечать мгновенно. И чтобы Бог умудрил их задать вопросы. А через меня Господь сам ему ответил. Ну, на сегодня, я думаю, послесловия хватит. Отхожу. Кто оставался здесь? Янис. Так, Янис еще. Вячеслав. Сергей Евтушенко. Молодец. Сергей. Там, который я накидал, Сергей Евтушенко, говорю. Вот там, посмотрите, вот, что там можно поставить. Вот с Геннарием Фастом я завтра, наверное, выставлю. Прекрасно делает, просто загляденье. Ну, и другие какие. Отдельно еще я материалы некоторые сброшу. Вот таким образом сделать. Я сейчас противостектантское делаю более приемлемое, легко, чтобы считать было. Это серьезный материал. Тоже отдельно роликом выпустить, чтобы не искали по книгам. Второй том там. А я здесь сделаю так, заголовки жирным, красным, большим шрифтом. Ну, и отделяю по пунктам. Там-то в книгах, потому что в книге я пространство экономил. Потому что это страницы, деньги. А тут-то в интернете-то я их разделяю, стих от стиха. Ну, вот так. Ну, все, наверное. С Богом. С Богом. Благословите. Аллилуйя. Храни вас Господь, дорогие мои. Спаси Христос, Игорь Михайлович. Аллилуйя. С Богом. Есть, говорят, у меня враги, есть и друзья. Значит, я живой. Все, отхожу, выключаю. С Богом. С Богом.